Всем привет! В эфире новости Сибирского федерального университета. Меня зовут Илья Керпс и сегодня я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этой недели. Начинаем выпуск с коротких новостей. Наши корреспонденты побывали на праздновании дня рождения Александра Суворова, выяснили, к каким местам подлетел университетский ансамбль «Крылья» на Сибирском чемпионате по ирландским танцам и участвовали в открытии четвертого исторического форума. Ансамбль Сибирского федерального университета «Крылья» поучаствовал в Сибирском чемпионате по ирландским танцам. Участники демонстрировали свое мастерство, разновидность ненационального танца и яркие костюмы. Яркая мелодия флейты, четырехлистный клевер – это только часть атрибутов ирландской культуры. В своих выступлениях ансамбль «Крылья» рассказал и показал, что такое ирландские танцы и принес университету четыре золотых, две серебряных и семь бронзовых медалей. В университете отметили день рождения великого русского полководца Александра Васильевича Суворова. К этому дню студенты-историки специально подготовили сценический номер о его жизни. А также среди студентов провели викторину на знания важных этапов жизни национального героя Российской империи. Например, можно было узнать, при каких правителях служил Александр Васильевич государству и что назвали его в честь Александра Невского. В СФУ с деловым визитом побывал чрезвычайный и полномочный посол Мексики в Российской Федерации господин Рубин Альберто Бельтран Герреро. Он поучаствовал в днях мексиканской культуры в Красноярском крае. А для студентов прочел лекцию на испанском языке об истории дипломатических отношений между Мексикой и Россией. После встречи желающие смогли посмотреть фильм «Педро Парамо», снятый по роману Хуана Рульфа. В Сибирском федеральном университете прошел четвертый ежегодный исторический форум. В этом году его посвятили 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Участники говорили об истоках Второй мировой войны, значении победы для Сибири. Для гостей форума работали интерактивные площадки. На мастер-классе «Ищу солдата» можно было освоить программу для поиска информации о солдатах. В форуме участвовал заместитель губернатора края Сергей Пономаренко. По его словам, идея исторического форума заключается в создании площадок не только для историков-профессионалов, но и для всех тех, кто интересуется событиями ушедшей войны. А перед открытием форума любой желающий мог стать участником исторической реконструкции «Все на фронт» и получить красноармейскую книжку на призывном пункте. Порядки очередь, граждане. Вороньте всем, места хватит. Направляйтесь в 119-ю Красноярскую стрелку в дивизию. Есть. Космическое агентство НАСА опубликовало новое изображение с Марса, которое сделала орбитальная станция. На этих фотографиях видны лесные массивы. И если вы хотите попасть на красную планету нашей галактики, чтобы увидеть ее искусственную флору вживую, тогда вам нужно пройти отбор для полета. А если просто хотите отдохнуть в преддверии сессии, то вперед в квест-комнату «Миссия на Марс». Нужно полгода, чтобы долететь до Марса, потом год на планете, полгода обратно. Получается два года. А в общем, я хочу сказать, что... Нужно пройти сначала отборочный этап для полета на Марс. И это можно сделать прямо в Сибирском федеральном университете. В квест-руме «Миссия на Марс». Итак, ребята, мы собрались. Что нас ожидает? Скажите. Добро пожаловать на отборочный этап «Миссия на Марс». Сегодня вам предстоит своим интеллектом показать, что вы достойны. Вы одни из тех людей, которые могут полететь на Марс и достичь там значительных успехов. Ну все, у вас час. Удачи! В первом ряду расположить не самое большое количество выключенных индикаторов. Поехали! Можно надавать. Ну, значит, надо полагать, что... Ну, одна линия должна быть... Первая, значит, вот так-то в борт. Это очень сложное задание. Нужно сосредоточиться и... найти какой-то секретный код. Что дальше? Восемь влево. Тут нету лево. Задания в этом квест-руме обычно связаны с физикой или с химией, но больше всего меня смущает то, что пока мы тут решаем какие-то задачи, за нами кто-то там наблюдает. Это на вали похоже. Команда должна собираться, то есть более разносторонне. Тут, как вы видели, уже физики, химики, разные опыты. Ну, то есть человек должен быть подкован во всем. Поэтому команды укомплектовываются по-полному. Самое интересное, конечно, это, конечно, этот химический опыт, там что-то бурлит, попадают всякие осадки. Это, конечно, классно. Но вот там физика была очень сложная. Я хоть и физик ничего не вспомнила. Айфон! Я выиграю айфон! Теперь нужно допустить барсакон, да, и управлять телефоном. Все это реально круто. Наверное, лучше, чем квест-рубород. У нас время заканчивается уже. Это я заберу с собой. Все, справились? Да! Это было очень круто, очень интересно. Спасибо вам большое. Понравилось? Да. Это вам, а это, простите. Чтобы записаться на квест, вам нужно собрать команду из пяти человек и записаться по телефону, который вы сейчас видите на экране. И мой совет, повторите физику и химию, хотя бы школьную программу. А теперь новая рубрика. Наши корреспонденты будут приходить на одну из спортивных специализаций Сибирского федерального университета и рассказывать вам о ней из первых рук. Итак, лучшая спортивная рубрика новостей СФУ. Приятного просмотра. И думал, Буткевич, мне челюсть хороша. И жить хорошо, и жизнь хороша. А крошат ли челюсти друг другу наши студенты и хороша ли у них жизнь, узнаем прямо сейчас. Программа «Уроки физкультуры». Наши студенты являются спортсменами-любителями. Конечно, дается всем по-разному, но у нас к каждому свой подход. Я думаю, после таких занятий можно гулять не только по правому берегу, но и по левому, и уверенно. Девочки развиваются здесь физически хорошо, и их все устраивает. Специализация бокса. Сегодня мы узнаем, что бокс в СФУ – это вовсе не страшно. И заниматься им могут даже ребята вроде меня или нашего оператора. А с вами была передача «Уроки физкультуры». До новых встреч! В кернинге важно понимать суть, дух игры. Нельзя просто так взять и отодвинуть камень с соперника, пока он этого не видит. Должна быть какая-то человечность, и здесь, в кернинге, это не нарушается. Это все, что мы успели вам рассказать. Еще больше новостей вы найдете в нашей официальной группе ВКонтакте. Адрес вы сейчас видите на экране. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч!